Вот это как раз та ситуация, когда много нерегулируемой мощности идет только во вред. Сила есть, ума не надо. Всем привет, это 21 век, я Саша Трушель, и сегодня у нас топ-8 бюджетных пылесосов. Мы для вас подобрали самые продаваемые модели, причем самые разные, чтобы по максимуму все показать. У нас есть и вертикальные проводные, и вертикальные беспроводные пылесосы, и обычные классические. Есть даже пылесос с функцией мытья пола. И все эти пылесосы отвечают трем критериям. Бюджетные, популярные, с отличным соотношением цены и качества. Что ж, предлагаю посмотреть на них, протестировать каждый, ну и начнем, пожалуй, с самого-самого-самого дешевого. Очень бюджетный проводной вертикальный пылесос Endeavor SkyClean VC286. Его цена составляет примерно 106 белорусских рублей, на момент съемки ролика это где-то 40 долларов. В чем проявляется бюджетность? Конечно, в материалах. Это первое, что бросается в глаза. Здесь самый простой, самый примитивный пластик, который можно было отыскать на нашей планете Земля, скажем так. Во-вторых, здесь есть только кнопка включения, соответственно, она же кнопка выключения. Функциональность этим и ограничивается. Мощность регулировать здесь нельзя. В-третьих, щетка здесь самая простая, и я бы ее использовала исключительно на гладкой поверхности. Тем не менее, испытаем мы его не только на гладкой поверхности, но и дадим ему задачу со звездочкой. Коротко-шерстный ковер ждет. Погнали! Смотрите, здесь у нас смесь круп, рис, кино и горох, а еще обычный песок есть. Как только включаешь пылесос и запускаете мотор, то его резко сразу дергает в сторону. И вот еще раз. Это настолько легкий пылесос, ну или настолько мощный мотор для этого легкого пылесоса. По уборке, если честно, я удивлена. Прям вжух и все. Мощно, быстро, все мелкие предметы он всосал сразу же. По поводу гороха, более крупных, ну просто нужно было еще пару раз пройтись. Я, если честно, в шоке. От этого малыша такого результата не ожидала. Молодец! У стены он убирает, но, правда, не с первого раза. Теперь ковер. Песок и мелкие зерна кино он собирает с первого раза отлично. А вот горох и, что особенно интересно, рис, он сгребает в кучку. И для того, чтобы ее собрать, нужно сверху ставить прям щетку на этот мусор. И еще один минус есть. После окончания уборки, когда вы выключаете уже пылесос, из контейнера просыпается немного мусора прям на пол. Поэтому учитывайте это. Тем не менее, такие пылесосы покупают, и они очень популярны. Ну, понятно, они недорогие. Во-вторых, вы его можете использовать вместо веника. То есть, это отличная замена венику. При условии, что у вас, допустим, есть основной пылесос, которым вы пылесосите все, в том числе и ковры. Здесь есть вертикальная парковка. Это здорово. Весит он мало, менее двух килограммов. Ну, а мощность всасывания 100 ватт. Далее у нас также бюджетный пылесос. По мнению компании LG, но я бы не сказала, что он выглядит так бюджетно, например, как предыдущий. Цена его примерно 80 долларов или 199 белорусских рублей. Материалы здесь выглядят куда лучше. Вообще, в бюджетном сегменте такие классические пылесосы имеют куда большую мощность всасывания, чем вертикальные. Например, здесь 350 ватт. Здесь все еще нет регулировки мощности, но чтобы не возникало вот таких вот ситуаций, можно уменьшить скорость воздушного потока вот здесь вот на трубе. Обратите внимание, тут не мешок, тут контейнер, который нужно вот так доставать и очищать. Очень просто, кстати. Это, конечно же, удобно, чем покупать все время сменные мешки. Кстати, раньше считалось, что пылесосы со сменными мешками куда лучше, то есть такие пылесосы мощнее. Так вот, сейчас производители решили эту проблему, так что смело можно брать пылесос с контейнером. Щетка здесь выглядит неплохо. Есть два режима для пола и для ковра. Что не очень здесь нравится, это то, что труба состоит из двух частей. Была бы она телескопическая, было бы намного удобнее. А еще в комплекте есть такие две насадки. Щетка и щелевая насадка. Давайте посмотрим, как это все работает. Этот пылесос отлично собирает всякую мелочь с пола. При этом не всасывается в поверхность. Я бы советовала опускать щетину, когда вы пылесосите гладкий пол, для того, чтобы собрать большой мусор. Потому что здесь очень низкая посадка. Если щетина будет внутри, то ее просто не хватает для того, чтобы собрать мусор покрупнее. У стены и на стыке ковра и ламината убирают хорошо. Но нужно проехать несколько раз. Давайте попробуем ковер. Так, на ковре у нас проблема. Как с опущенной щетиной, так и с поднятой пылесос дико всасывается в ковер намертво. Его вообще никуда не сдвинуть. И при этом регулировки мощности, напоминаю, у нас здесь нет. Если открыть вот эту штучку на шланге, то ситуация разрешается. Но поскольку эта дырочка находится сверху, как раз таки на ручке, и как раз таки направлена в мое лицо, собственно, в это лицо и начинает сыпаться весь мусор, кино и так далее. Да, по чуть-чуть не очень много, но это есть, и это, если честно, не очень приятно. В общем, я бы советовала этот пылесос для тех, у кого только гладкие полы, либо есть большой ковер какой-то, огромный, который не будет сдвигаться с места. Если же у вас такие маленькие ковры, как у нас, например, полтора на полтора, то нет. По эргономике есть минусики. Вот эта трубка составная, не телескопическая, у меня пару раз разваливалась в процессе, но не в процессе пылесошения, а в процессе переноски пылесоса с одного в другое место. Телескопическая, конечно, поудобнее, как я уже говорила. Следующий бюджетный пылесос – это модель от Vitex за 90 долларов, или 229 белорусских рублей на момент съемки. По характеристикам здесь должно быть все немножечко поинтереснее, мощность уже больше, всасывание 400 ватт, здесь есть кнопка регулировки этой самой мощности, здесь намного больше контейнер, 2,5 литра, но при этом весит он меньше – 4 килограмма. А еще тут есть хепофильтр. Кстати, контейнер тоже снимается очень просто. Здесь трубка уже телескопическая, что нам нравится больше, это удобно. А еще вот такая комбинированная насадка, здесь как бы она и щелевая, и со щеточкой. По поводу щетки, здесь тоже есть два режима, со щетиной и без щетины, и резиновая вот здесь прокладка. Честно говоря, у LG щетка выглядела поубедительнее немного, но предлагаю проверять все на деле, а не на словах, поэтому погнали пылесосить. На гладком полу этот пылесос составляет такое ощущение, будто бы он хуже работает с мусором, чем LG. Причем так происходит и при поднятой, и при опущенной щетине, то есть крупный мусор остается в любом случае. Уборка у стены на стыке ковра и ламината тоже чуть хуже. Здесь у нас щетка не присасывается намертво, как это было у LG, а даже на максимальной мощности. Причем здесь есть регулировка мощности, а у LG не было. Так вот, в целом, здесь уборка ковра более удобная и комфортная, если сравнивать с предыдущим пылесосом. Отсюда вывод. Этот пылесос, наоборот, подойдет тем, у кого дома много ковров, в том числе и маленьких. По использованию этого пылесоса добавлю еще то, что при первом включении присутствует запах вот этой резины или новой вещи, и которая распространяется по всей комнате. Я думаю, что этот запах со временем улетучится, но вы должны иметь это в виду. Еще один популярный бюджетный пылесос, который имеет действительно много отзывов в интернете, это вот такой пылесос от Samsung. Цена его примерно 105 долларов, на момент съемки это 269 белорусских рублей. По характеристикам здесь все достаточно стандартно. Мощность всасывания 380 ватт, контейнер 1,5 литра. Достается он вот так. Да, не так уж просто достается. Вес его 4,6 килограмма, и в щетке есть тоже два режима. Подходит она как для ковра, так и для гладкого пола. Трубка здесь телескопическая. Что ж тут все жесткое такое в этом пылесосе? Далее вот такая вот интересная щетка. Я так понимаю, что это для мебели. Хорошая щетина, ее много. Вот такой вариант комбинированный. Здесь как щелевая, так и со щеточкой можно совместить. Что ж, пойдемте сейчас прям затестим этот пылесос. Этот пылесос я бы назвала гороховой войной. Потому что горох он отказывается всасывать вообще никак. Причем и с поднятой, и с опущенной щетиной. Но скользит он хорошо. Убирает мелкий мусор тоже хорошо. Причем даже у стены и на стыке ковра и ламината убирает весь мусор с первого раза. На ковре этот пылесос ведет себя так же как и LG. Регулировки мощности здесь тоже нет. Поэтому те же самые страдания с ковром, как у LG. Ну, только, наверное, на ступеньку меньше страданий. Если уменьшить поток воздуха, подаваемого вот здесь вот, то песок и мелкие зерна кино уже не летят в меня. Все дело в том, что отверстие снизу. И за это спасибо. Отсюда следует, что этот пылесос подойдет и любителям паркета, ламината, гладкого пола. В общем, и любителям ковров. Только во втором случае не забывайте про вот эту крутелочку. Это аккумуляторный вертикальный пылесос. И для аккумуляторного пылесоса он действительно бюджетный. На момент съемки ролика 289 белорусских рублей, что примерно равно 115 долларам. Фирма SVDK, фирма, о существовании которой я узнала только при подготовке к этому ролику. Визуально очень сильно напоминает одну известную марку. Вам нет? Помните, мы снимали пылесос с вертикальной Dreamy? И говорили о том, что они очень уж похожи на Dyson. Так вот, вот эти вот товарищи, они очень похожи на Dreamy. То есть у них цепочка такая идет интересная. По насадкам здесь присутствует вариативность. Можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Также щетка вот такой интересной формы. Вот эта часть создает впечатление, как будто щетка должна гнуться. Но нет, это не так. Она крутится. Вот так. Кроме того, аккумулятор съемный. Это хорошо. Это нам нравится. Дальше блок питания. Стандартно все. И вот такие вот штукенции, которые помогут организовать место жительства вашего пылесоса где-нибудь в чулане. Заряжается этот дружочек за 4 часа, а разряжается за 30 минут. Несправедливо. Но это примерно среднее значение по всем аккумуляторным вертикальным пылесосам. Мощность всасывания 126 ватт. Ну, а также контейнеры, фильтры можно мыть под водой. Это лайк. В комплекте идет вот такая универсальная щетка, которая должна подойти как и для твердых напольных покрытий, так и для ковров. Обращаю ваше внимание, здесь есть контакты. Это значит, что это именно электрическая турбощетка. Также есть турбощетки механические, как, например, в следующем пылесосе, который мы будем рассматривать. Да, и присоединяется, я вам скажу, он очень даже убедительно. Люфта никакого нет. Намертво. Ну что, давайте тестить. Пару слов об эргономике. Этот пылесос очень сильно хочет быть похожим на Dyson. И у него точно такая же бешеная щетка, которая очень подвижная, но вот у Dyson она все-таки управляемая, а здесь вообще неуправляемая. Объясню. Когда мы толкаем ее вперед, и нам нужно, чтобы она ехала только вперед, она периодически самостоятельно лавирует вот туда-сюда, туда-сюда. Так не должно быть. По поводу управления. Нажимаем один раз. Включается первый режим мощности. Нажимаем второй раз. Включается более сильный, усиленный режим мощности. И третий раз нажимаем, выключаем пылесос. Добавлю, этот пылесос самый тихий из всех, что мы тестили до него, и что там уже греха таить, и тише всех, которые будут впереди у нас. Теперь по уборке. Гладкий пол. Этот пылесос я бы назвала «Гороховые войны эпизод 2. Горох наносит ответный удар». Здесь такая же тема с горохом, но никак он не хочет попадать сюда внутрь. Но если у Samsung просто низкая посадка щетки, и горох туда не пролезает, то здесь он-то пролезает, но мощности не хватает для того, чтобы он попал внутрь. Может, поэтому он и тихий такой, потому что недостаточно мощный. Но если более настойчиво повоевать с горохом, все-таки можно его взять в плен, но это будет не так просто. Итог. СВДК я бы порекомендовала тем, кому нужно периодически убирать песочек, хлебные крошки, ну и все. На ковре он себе ведет получше. Все дело в том, что ковер создает большую компрессию. Но это щетка, это танец просто какой-то. Пылесос от Philips. Цена его на момент съемки ролика в белорусских рублях 359, что равняется 140 долларам. Это единственный пылесос в нашей подборке со сменными мешками. Да, это не так удобно, как собирать мусор, например, сразу в контейнер. Но зато здесь мешки объемом аж 3 литра. А еще в этой модели есть турбощетка. Вот эта часть подвижная, она крутится. Это очень круто, если у вас есть ковры. Это очень круто, если у вас есть домашние животные, особенно домашние животные. И вообще, я вам скажу, если у вас есть домашние животные, то пылесос без турбощетки такая себе идея. Эта щетка не электрическая. Вот эта часть крутится, собирает шерсть и волосы исключительно под воздействием потока воздуха. Не забываем и про обычную щетку. Она здесь тоже имеется с двумя режимами. Также в комплекте есть вот такая вот насадка для чистки мебели. Отлично подойдет, если у вас есть животные. Мощность всасывания здесь 350 ватт, а на корпусе есть вот такая крутелочка, которая регулирует эту самую мощность. Трубка здесь телескопическая. Мы знаем, что делать, мы идем тестить. На ламинате убирает хорошо, причем как с опущенной, так и с поднятой щетиной, причем как у стены, так и на стыке с ковром. Да, есть небольшие проблемы с горохом тоже, но чуется мне, что это все из-за низкой посадки снова. На ковре на максимальной мощности очень сильно присасывается к ковру, на средней тоже, поэтому пришлось включить мощность чуть выше минимальной. И как ни странно, весь мусор даже на такой мощности убрался с комфортом. Турбо-щетка. Ее я советую вам использовать исключительно для уборки волос, а также шерсти животных. Причем я бы вам советовала сразу пройтись обычной щеткой, а потом уже проходиться турбо-щеткой. Здесь посадка еще ниже, то есть, соответственно, ну даже зерна риса сюда не пройдут. В любом случае, я бы назвала Philips, вот этот пылесос, самым сбалансированным из всех, которые мы сегодня обозревали. Жаль, что визуально он не очень вдохновляет, но работает хорошо. Еще одна модель в нашем топе – это пылесос от Bosch. Цена на момент съемки – 399 белорусских рублей или 155 долларов. И скажу вам, здесь нет никакого ноу-хау. Это просто хороший, надежный пылесос от зарекомендовавшей себя компании. Мощное всасывание все те же – 350 ватт. Есть регулировка мощности вот здесь на корпусе и объем колбы 1,4 литра. В комплекте нет турбо-щетки. Здесь есть обычная щетка с двумя режимами. Фильтры здесь моющиеся – это хорошо. И дополнительно можно приобрести хепофильтр, если вы желаете. Трубка здесь также стилископическая. Выглядит надежно. Пластик выглядит дорого, хорошо, мне нравится. Контейнер очень просто отсоединяется. Также просто его здесь открыть и помыть. Ну, а также в комплекте есть две вот такие насадки – щелевая и для мебели. Что ж, я бы назвала его очень красивым и стильным. Давайте посмотрим, как он зарекомендует себя на нашем импровизированном полигоне. Поехали! С поднятой щетиной этот пылесос намертво всасывается в ламинат и не хочет никуда сдвигаться с места вообще. С опущенной же щетиной мы с вами приступаем к рассмотру третьего эпизода фильма «Гороховые войны». Хотя, по сравнению с другими пылесосами, весь мелкий мусор убирает лучше даже на стыке ковра и ламината, даже у стены. Все с первого раза. По поводу уборки на ковре. Если на самом пылесосе мощность выкрутить на режим ковра, а также щетку поставить в режим ковра, то все равно щетка засасывает ковер и приподнимает его, очень сильно прилипает. Поэтому надо уменьшать мощность. В целом, уборка у этого пылесоса хорошая. Я бы порекомендовала его тем, у кого очень много ковров и мусор не очень большой. То есть, там какие-то крошки, песочек. Отлично будет. И последний пылесос в нашем топе – это вот такая весьма интересная модель от Китфорд. Может заменить и пылесос, и веник, и даже швабру. Вот так выглядит щетка. И она не отсоединяется. Здесь есть функция паровой уборки. Вот в таком виде будет сухая уборка. Но если взять вот эту насадку с салфеткой и присоединить, то получается и сухая, и паровая уборка одновременно. Только не забудьте налить воды, конечно, вот сюда. Кстати, чтобы подавался пар, нужно будет зажимать вот такой курок на ручке. Да, конструкция тяжеловата, но и перспектива, и пылесосить, и мыть пол одновременно очень даже привлекает. Особенно для таких пространств, как кухня или, например, коридор, вот вся эта входная группа, где все постоянно топчут и топчут, и которую почаще хотелось бы освежать. По эргономике он достаточно массивный, достаточно крупный и не очень поворотливый. То есть, для каких-то узких и маленьких пространств, наверное, не совсем удобен будет. Поэтому, приобретая его, просто имейте это в виду. Кроме того, здесь есть вертикальная парковка, и прям вот в таком виде пылесос и отправляется на хранение. В комплекте есть запасная салфетка. Вот так забавно она выглядит. Но для чего? Пока вы моете пол вот этой, вторую отправляйте на стирку. На твердом полу этот пылесос можно описать одним словом. Вжух. Вжух и все. Прям по ширине всей своей щетки вот так вот идешь и все. И нет мусора с первого раза. На ковре уже ситуация посложнее. Все-таки агрегат этот тяжелый. Но тоже вжух и все. А я скажу так, что несмотря на свою громоздкость и неповоротливость, этот дружок на сегодня у нас самый чистюля. Паровая уборка. А еще давайте попробуем удалить вот эти засохшие пятна от грязной обуви. Набираем воду в колбу, устанавливаем колбу и надеваем насадку с тряпочкой. Кстати, предварительно я ее смочила под краном. Запускаем режим пар. Минимум или максимум. Ну, поехали. В целом складывается впечатление, что ты толкаешь перед собой такую огромную неуклюжую швабру. С другой стороны, вещь-то занятная, прикольная. И пылесос, и швабра, и паровая уборка. Вместо выводов. Мои впечатления по каждому пылесосу вы уже слышали в процессе ролика, поэтому повторяться я не буду. Вообще, вы, наверное, заметили, мы очень любим обозревать какие-то премиальные дорогие пылесосы. И это тоже неспроста. Но есть и такие бюджетные пылесосы. И это тоже пылесосы. И это пылесосы, которые выполняют свою работу. Вы уже видели сами. Поэтому, почему бы и нет? На этом все. Это был 21 век. Я, Саша Трушель. Заходите к нам на YouTube-канал почаще. Смотрите другие ролики. Всего вам хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok